здравствуйте друзья вопрос михаил недавно получила широкую огласку тема ухода от налогов крупными американскими корпорациями через офшорные юрисдикции суммы которые вывели из-под налогов в офшоры через буквально фирмы пустышки колоссальны десятки миллиардов долларов только у одной apple при этом удивляет цинизм жирных котов которые заставляют заявляют буквально следующее председатель совета директоров google мы платим много налогов мы платим налоги в соответствии с действующим законодательством я очень горжусь той схемой которую мы создали мы сделали это основываясь на льготах которые предложили нам для работы власти разных стран компания не собирается отказываться от большой экономии на налогах это называется капитализм мы гордимся тем что мы капиталисты мне нечего стыдиться сказал значит председатель совета директоров google хорошо это видимо должно быть стыдно то есть он говорит что мне нечего стыдиться что мы капиталисты а вот наверное ему должно быть стыдно мне кажется я не знаю то есть так судя по вопросу что ли я не знаю но безусловно все сделано по закону ну слава богу вопрос конечно в том как эти дыры в законе оказались и почему их долгое время упорно не замечали а сейчас вроде бы заметили еще бы сотни миллиардов но вот исправить не получается приводили статистику вклада основных источников там корпоративный налог туда-сюда бюджет пятьдесят втором году а чё не в девятьсот тринадцатом вот я помню мы в ссср жили там все время девятьсот тринадцатым сравнивали и сейчас значит вот но сейчас как бы процент на меньше отсюда видно что произошло перекладывание налоговой нагрузки в компании из компании видимо на граждан при том что корпоративный налог достаточно высок 35 процентов собственно вопрос в том почему простые граждане покорно терпят такого рода кидалово глобальное кидалово компании живут за счет налогоплательщиков компании не живут за счет налогоплательщиков безусловно это не это не так компании живут за счет налогоплательщиков функционирует в инфраструктуре созданы на общие деньги последовательно уменьшая свой вклад в общий котел и гордясь этим и при этом государство увеличивает налоги на граждан и и ужесточает налоговый контроль что позволено юпитеру не позволено быку итак у нас вопросов на самом деле гораздо больше чем один то есть проблем затронута больше чем одна давайте мы так по порядку значит что касается налогов корпорации там и так далее налоги по разному платится вот есть налог чисто корпоративный представьте себе что google все деньги которые концу года накопились взял и раздал зарплату сотрудникам и у него вообще как бы концу года вышел ноль и как им и он вообще ни копейки налогов не заплатит потому что прибыли у него нет но представьте себе что зарплата которую он платит сотрудникам облагается налогом соответственно и федеральный бюджет и бюджет штата калифорния поступают существенные деньги я помню какое-то время назад я боюсь соврать 2007 что ли 6 вдруг оказалось что экзекьютив не вообще сотрудники google а только высший так сказать там состав со своих зарплат и бонусов заплатил в налоги штата калифорния миллиард долларов понимаете вот небольшая группа людей только в налоги штата калифорния я не говорю про федеральный намного больше поэтому они не живут за счет общества они они очень много дают обществу в частности если бы они даже вообще не платили налогов а просто создавали бы рабочие места это было бы очень неплохим вкладом я вот я вас уверяю но они платят налоги что касается несправедливости там и так далее то эта тема вообще налогов она очень разработана очень много написано очень много сказано Соединенные Штаты нельзя сравнивать там с Бангладеш например или там я не знаю с Малайзией Соединенные Штаты можно сравнивать например с другими странами Европы вот со странами Европы другими развитыми странами значит получается такая история что в Соединенных Штатах недоплачивает налоги именно средний класс богатые платят много налогов то есть половина населения страны вообще ничего не платит вот вот представьте себе что половина населения страны вообще налогов не платит и 1 процент населения платит там сколько я боюсь соврать 38 процентов всех налогов вот они и платят вот они а то что там корпорации не корпорации значит за них не надо волноваться здесь нет понятия честно или нечестно понятие честно или нечестно возникает там где нет закона там где нет порядка установленного и здесь мы переходим к другой проблеме значит проблема в том что мир в котором мы живем очень и очень сложный и особенно если мы посмотрим на такую мощную страну как Соединенные Штаты где там 300 там сколько там уже 30 миллионов населения где экономика 20 процентов там мировой и так далее и так далее то есть это очень очень сложный организм он говорит почему в налоге в законодательстве были дыры а как же в законодательстве может не быть дыр разве можно принять какой-то идеальный закон вы это как вообще кроме того закон же интерпретируется адвокатами судами не в последнюю очередь судами конечно и дальше выясняется что вот тут вот так а там вот так когда закон принимают имеют ввиду что-то а потом выясняют слева вылезают слева справа оттуда отсюда какие-то вещи значит соответственно и потихонечку закрываются жизнь гораздо богаче чем любой закон это это же аксиома закон отражает какую-то часть жизни закон не может отразить всю жизнь и причем так сегодня приняли и дальше там 30 лет прошло а закон все понимаешь продолжает хорошо отражать вот я вам скажу например году в пятьдесят боюсь собрать четвертом пятьдесят четвертым значит приняли закон о год но то что гражданская ответственность тогда на дороге и соответственно в штате калифорнии установили минимум значит 15 тысяч на человека гражданская ответственность я вас уверяю что на одного или если больше чем один человек в машине то 30 на всех кто там есть значит на всех пострадавших и что получается что в пятьдесят четвертом году 15 тысяч это были существенные деньги но сейчас то это же вообще смешно что что можно на 15 поэтому и вот она 50 лет там стоит выгодить а почему же закон такой почему же они там потому вот потому потому что жизнь такая потому что руки не дошли потому что есть порядок и нету комиссара с понимаете в этом без козырки или там фуражки с красной звездой который пришел пострелял всех там кому не понравился и установил свой порядок уже вот как бы власть идет снизу соответственно снизу люди выбирают на уровне города на уровне каунте на уровне штата на уровне федеральным президент конгресс и так далее вот они их выбирают а те принимают законы вот сейчас например конгресс сша вот в силу того что он вот такой как бы сказать по кусочкам там эти кусочки друг с другом что-то не не сразу не срастаются вот а фактически парализована работа вот вот есть конгресс кого работа парализована что теперь делать ничего не надо делать но то есть вот она должна идти своим путем а какой какой путь значит если проблема разрастется соответственно там народные избранники примут другой закон и закон будет выполняться поэтому вопрос и справедливости и они там и чужие ресурсы они там используют оказывается корпорации это не та страна перепутали с другим государством мне кажется это вот может где-то там корпорации за счет народа живут здесь здесь не так здесь они в работу дают значит что у нас еще я на днях пару дней назад было очень интересная передачка небольшая найти на блумберг тиви я посмотрю на такие маленькие сюжетики и там женщина ведущая она спрашивает беседы с двумя людьми и задает им вопрос вот как вы оцениваете состояние экономики современной американской и беседует раз двумя очень примечательными господами один господин это майкл блумберг который создатель вот этого все блумбергского хозяйства и второй человек его зовут лоид бланкфейн он является си его компании goldman sachs то есть это ну как бы но настолько крутые там мужики что вот очень интересно послушать и соответственно я пошел посмотреть она спрашивает какое нынче состояние там американской экономики и тоже знаете вот всякие беспокойства год вот тут беспокойство там беспокойство вот как как вот с этим быть какой нынче состояние там экономики и там майкл значит блумберг он рассказывает про снижение безработицы про то что обама в общем-то надо отдать ему должное за последние два года его правительство ну как бы и страна под его руководством создала очень много рабочих мест вот экономика там туда-сюда в общем вот что-то такое расскажу при том он говорит ну конечно ведь конечно у нас есть много нерешенных проблем у нас есть проблемы с иммиграцией у нас есть проблема мы не знаем что там в мире творится тот же иран там это исламское государство и вообще много других проблем там и так далее оружие вот там насилие на улицах там да вот вооруженная есть какие-то вот стрельба в школах там но есть вещи народ беспокоит и дальше господин значит бланк фейн он берет слово и говорит понимаете говорит он вот есть как бы такая крупная картинка есть такая более изощренная мелкая тонкая там и так далее и значит на крупной картинке все у нас неплохо он как у нас будет и дальше расти значит там экономику нас будут появляться новые рабочие места у нас достаточно низкий там interest rate и как бы цена нефти хорошая там для развития экономики как бы меньше налогов практически ты платишь вот за это нет и так далее и в общем да и он говорит что есть там сотни разных характеристик на которые можно смотреть с тем чтобы вот значит там оценивать что-то и моя работа говорит он как все его голден сакс состоит в том чтобы оценивать факторы риска я все время смотрю на риски 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 это вся моя жизнь в том чтобы эти риски смотреть и он видит ну вот нет ничего такого но вот есть много там риск и еще он говорит вот из-за из этого моего опыта смотрения за рисками говорит он вот я вам скажу что вот есть там несколько так сказать фундаментальных вещей остальное в принципе можно можно не обращать внимание а то что проблема есть это просто проявление того что жизнь сложная мир в котором мы живем сложный вот и все значит почему я вдруг рассказал про это этот разговор там на блумберг тиви потому что он очень перекликается вот с этим разговором о том что корпорации выводят там деньги это там налоги и так далее значит и одно ключевое слово здесь есть все по закону закон не может быть идеальным чем сложнее мир в котором мы живем тем меньше будет идеальным этот закон вот вот и все почему люди там не выйдут с вилами с топорами там и так далее не не та страна они не ходят не с вилами не с топорами не даже вот с пистолетами хотя в общем там у многих там по пять стволов на дому потому что принято решать вот по закону другая ментальность вот если что-то не нравится они голосуют за того кто обещает это дело решить вот и все поэтому сложный мир всех проблем не решить не вилами не топорами нет не даже на выборах потому что вот так вроде проголосовали и получается что выборы не определить того кто в состоянии это сделал и так бывает начни решается значит как-то по-другому идет и я когда слушал значит вот это интервью я подумал что когда вы смотрите ну даже мне не столько вот там что политики говорят а вот комментаторы комментаторы обозреватели и они такие тонкие знатоки и вот они там что-то рассматривают какие-то такие факторы которые вот так нормально чек-то их и не знает а вот они типа знают вот поэтому они там какие-то грамотные они сейчас что-то такое предскажут и так далее получается на самом деле я подумал что вот но может быть есть там пяток факторов которые на виду и которые представляют собой как бы фундаментальную ценность и в общем-то большинство людей если уж там но не совсем плохие в состоянии как бы это все понятия и осмыслить и как бы для себя что-то решили выводы сделать а дальше начинаются вот эти говорящие головы типа эксперты которые притаскивают еще сотню каких-то мелких факторов вот теперь отвечают за 90 процентов результата а дальше у них еще сотня которые отвечают за 10 а может быть и за один процент результаты и поэтому не всеми для их прогноза нет не попадают никуда потому что они все время идут какие-то там я не знаю мелочи да а фундаментальные картинки не видят и вот у них начинается там что они я не знаю там все время америке проблемы и тут проблема там проблема еще что-то секвестром вот я помню секвестр боже сколько было этих говорящих головешек там с этим секвестром смотри ничего я просто к чему рассказываю что отнеситесь проще к этому ко всему тут страхи там страхи тут там еще все внимание уходит на вот вот на это на страхи на страхи любое видео которое названо чем-то страшным давайте пять раз больше трафика будет страхи интересно вот поэтому все ничего все нормально выводят значит выводят денежки из-под налогообложения значит у них есть такая возможность все-таки google и apple если вы задумаетесь это все-таки компании международные они делают бизнес по всему миру и если у них есть возможность платить прибыль с каких-то с какой-то части своих денег в каком-то другом месте где скажем процентная ставка ниже я думаю что это не вопрос значит они они безусловно они они должны это сделать в интересах своих вкладчиков там как акционер больше того вот тут в этом письме там было сказать что они какие-то компании пустышки создавали и через них выводили я думаю что есть законодательство по поводу вывода из-под налогов через компании пустышки вот я думаю там не было пустышек вот в таком смысле как пустышки иначе бы их разделе на очень приличные деньги это не были совсем уж прям там пустышки так что еще раз в той мере в какой все законно значит она законно в той мере в какой закон может быть чет не углядел начинать менять закон чего такого есть механизм изменения закона безусловно средства массовой информации привлекая внимание людей к чему-то но каким-то странным вещам или неправильным как бы вещам даже не этичным может быть хотя этика и закон вещи разные но тем не менее значит они создают некоторую атмосферу в которой быстро принимаются законы если это видно там и тогда что это действительно как-то ну реально упущение нужно быстро этим заняться почему же нет а работа вот этих вот начальников там и в apple и google и других компаниях делающих бизнес по всему миру состоит именно в том чтобы минимизировать расходы в частности на уплату налогов а чё есть оптимизация там расходов разных вот есть оптимизация там налогов как бы всякий всякий владелец бизнеса этим занимается на своем уровне он постоянно думает что ему сделать там взять деньги там заплатить налог или допустим вложить эти деньги и уйти от налога но вложить в такое где допустим через что можно выйти от налога но ему государство дает такую возможность так что сложно сложно но существенно что есть какая демократическая схема и при всей не идеальности демократической схемы любая альтернатива будет еще хуже это комиссары это саддам и хусейны это каддафи это милошевич и это вот это резня это погромы это бандиты коррупция и так далее что что есть альтернатива поэтому пока лучше не придумали значит пусть будет так счастливо а а а а а Субтитры подогнал «Симон»